Не секрет, что многие аквариумисты заводят в своих аквариумах улиток не столько для красоты, как для чистки аквариума. Многие даже не представляют, насколько изящной и красивой может быть улитка. Все уже насытились ампуляриями, ненавистными меланиями, катушками и даже хеленами. Но есть улитки, от которых лично мне трудно оторвать взгляд. Одной из таких улиток является зебра. Именно этой улитке и посвящено это видео. Встречается эта улитка в аквариумах любителей достаточно часто. Особенно последнее время. Хотя и не является самой популярной в мире аквариумистики, пока не является. Но если пересчитать все ее плюсы, думаю ждать осталось недолго. Улитка зебра или иногда можно встретить название улитка тигр родом из Южной Африки. Населяет реки, пруды, озера и даже моря. Предпочитают каменистое дно с большим количеством коряг и растений. Улитка зебра относится к широкому семейству неретин. И в своем семействе считается одной из самых красивых улиток. Как и у любого другого живого существа, у данной улитки есть плюсы и минусы в содержании. Раскрывая эти самые плюсы и мы будем знакомиться с этими представителями неретин. Начнем с минусов, ведь их не так уж и много. Первый минус это продолжительность жизни. Она у них достаточно короткая, около года. Но в редких случаях встречаются долгожители, которые доживают и до двух лет. Тут встает проблема перед аквариумистом. Ведь понять какой зебры возраст не получится. Ну разве что можно прикинуть по размеру улитки. Соответственно велика вероятность приобрести пожилую улитку, которая проживет в аквариуме пару месяцев. Второй минус улитки-зебры это кладки икры. Они откладывают икру на растениях, декоре и даже грунте. Смотрится это неэстетично. Икринок достаточно много. Эти икринки приходится удалять во время чистки аквариума механическим путем. Так как потомство вывести в пресной воде не получится. А за счет того, что икринки жесткие, практически все рыбки отказываются их есть. Ну и конечно получить потомство в принципе можно. Но сделать это очень непросто. Третий минус заключается в том, что неретиную зебру не покупают в недавно запущенный аквариум. Но многие аквариумисты и я в том числе на разведку в новый аквариум обычно запускаю именно улиток. С этой улиткой так делать нельзя, по нескольким причинам. Для них смертельно страшна нестабильность, плюс к этому они плохо переносят резкие перемены в условиях содержания. Также отсутствие водорослей в новом аквариуме может привести к голодной смерти. Вообще стоит сказать и о том, что зебре очень сложно переворачиваться. Поэтому после того, как вы купили для своего аквариума эту улитку, старайтесь ее погрузить в воду на ножку. Я лично не сталкивался, но много раз слышал о том, что эти улитки попросту гибнут, так и не сумев перевернуться. Четвертый минус, на мой взгляд, и последний минус содержания этих улиток в том, что они способны совершать побег из аквариума. Минус этот, конечно, спорный, ведь считается, что зебра убегает из аквариума только для того, чтобы спастись. То есть, когда с водой в аквариуме что-то не так. Например, большое количество аммиака или что-то еще. Но опираясь на свой собственный опыт, скажу, что это не всегда так. Бывали случаи, когда показатели воды в норме, а улитки сбегают из аквариума. При этом не обязательно все сразу. Просто в аквариуме пропадает одна улитка, потом вторая, третья и так далее. А потом находишь пустую раковину под диваном, за аквариумной тумбой и в других неожиданных местах. Соответственно, чтобы избежать подобных побегов, на аквариуме должна быть крышка или покровное стекло. Вот, пожалуй, и все минусы, с моей точки зрения, которые относятся к содержанию этих замечательных улиток. Теперь давайте посмотрим на плюсы. Первый плюс улитки зебры заключается в необычном полосатом узоре раковины. Выглядит очень оригинально. Такая улитка просто не может остаться незамеченной и по праву ее можно назвать украшением аквариума. На самом деле, в семействе неретин достаточно много красивых улиток, с которыми мы еще познакомимся в других видео. Внешний вид этой улитки не является основным ее плюсом. Самая важная цена зебры, да и вообще неретин в целом, в поедании водорослей. Именно благодаря этой способности они получили широкую огласку и распространились по аквариумам в нашей стране. С уверенностью можно сказать, что эти улитки являются одними из самых лучших в своем деле. Более того, они поедают не только водоросли, которые только появились, но и те, которые уже давно въелись и трудно удаляются. Водоросли являются основной и самой любимой пищей для зебры. Поэтому, если вы хотите реже очищать стекла аквариума и декор, эта улитка будет вашим спасением. Конечно, существуют и другие улитки, которые способны поедать водоросли. Пусть не так активно, но работу делают. Однако многие улитки, чистильщики, когда остаются голодными, могут начать питаться растениями. Неретина зебра растения абсолютно не трогает. Это еще один важный ее плюс. Хотя я слышал о том, что кто-то когда-то замечал, что неретина ела растения, но полагаю, что это слухи или улитку неправильно поняли. Мной такого замечено никогда не было. Однако тут нужно заметить, что гниющие растения улитка зебра может есть. Или гниющую часть растения. Но здоровые листья остаются ею нетронутыми. Также к плюсам можно отнести ее размер. Они не вырастают очень крупными. Ее максимальный размер около 2,5 см. Соответственно, ее можно содержать не только в крупных аквариумах, но и в нано. Самое главное, чтобы еды хватало на всех. Ну и относительным плюсом является размножение. Пусть для меня это является минусом, но многие любители не желают в своих аквариумах видеть потомство от улиток. Если вы относитесь к этой категории людей, то эта улитка точно для вас. Теперь, когда мы с вами узнали ее плюсы и минусы, стоит немного остановиться на ее содержании. По сути, в содержании этих улиток нет ничего сложного. Ключами к успеху, как вы уже поняли, является наличие водорослей в аквариуме. Все остальное внимание, которое требуется для улитки зебры, ничем не отличается от ухода за рыбками. Проверяйте показатели воды. В частности, важна кислотность в пределах семерочки. Можно чуть больше, но тут уже зависит от остального населения аквариума. Мягкую воду переносят плохо, впрочем, как и остальные улитки. Для улиток PH является важным показателем, потому что он влияет на формирование раковины. Конечно же, важна фильтрация воды и подмены. В воде с повышенным содержанием аммиака, нитратов и нитритов может погибнуть, как и аквариумные рыбки, которые с ней содержатся. Можно установить обогреватель, если температура воды опускается ниже 24 градусов. Это не значит, что в прохладной воде они гибнут, но 24 градуса является оптимальной температурой. Не забывайте о том, что улитка зебры обитает в теплых странах, а мы хотим приблизить условия содержания к естественной среде. Замечу, что улитка зебра передвигается достаточно медленно, а при температуре меньше 24 градусов становится еще медлительней. В целом, эти красивые улитки безобидны и не способны нападать, но могут легко стать добычей для агрессивных рыб или рыб-улиткоедов. К улиткоедам можно отнести боцы. Кстати, на канале Пары есть про них отдельное видео, и если вы еще не знакомы с этими рыбками, то обязательно посмотрите. Также опасны для этих улиток тетродоны, макрогнатусы, крупные цихлиды тоже являются опасными для них рыбками. Нежелательными соседями будут раки, а вот с улитками хеленами, которые считаются хищными улитками, содержать можно, но только если неретина зебра уже достаточно крупная. Немного хочется сказать о разведении этих улиток. Сам я еще не намеревался их разводить, но полагаю, что это лишь дело времени. Руки, так сказать, еще не дошли. Однако разведение неретины зебры возможно, хоть и занятие это непростое. Кстати, неретины делятся на самцов и самок, и не являются гермафродитами, как большинство собратьев. Однако точных признаков, как отличить самку от самца, практически нет. А те сведения, что имеются, скудны и требуют проверки. Если вам интересна тема разведения этих улиток, обязательно напишите об этом. Как уже говорил ранее, в ближайшее время буду практиковаться в разведении севилий, и каждый шаг выкладывать на канал практически в лайф-режиме. Возможно, сделать подобные видео с улитками зебра также есть. Но мне важна от вас обратная связь. Будет ли вам это интересно, обязательно напишите. На этом видео подошло к концу. Напоследок, хочу обратить ваше внимание на препараты, в состав которых входит медь. Помните, что многие беспозвоночные такие препараты не переносят. И улитка неретина зебра исключением не является. Гибнут практически сразу. Так что будьте аккуратны и внимательны при лечении аквариума с этими красивыми брюхоногими. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в новых видео на канале ПАР. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok